В этом видео рассмотрим жестокие разборки уличных банд Казани и узнаем чем запомнились главные городские группировки 1980-х. Именно им посвящен сериал «Слово пацана», «Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова, ставший главным культурным событием конца 2023 года в России. И начнем мы с организованной преступной группировки «Тяп-ляп». Локация – Казанский микрорайон «Теплоконтроль». Пионерами советской аркпреступности принято считать группировку «Тяп-ляп», которая появилась на территории микрорайона «Теплоконтроль» с одноименным заводом. В народе его называли «Тяп-ляп», так характеризовали работу сотрудников завода. Основателем ОПГ стал местный житель Сергей Антипов. Антип, вернувшись в 1970-х годах из армии, он обратил внимание на то, что в его микрорайоне много молодых бездельников, и добился у местной администрации разрешения открыть в подвале одного из жилых домов спортзал. Вскоре туда стали ходить молодые люди, из которых Антип решил формировать собственную группировку. Кандидатов он проверял мощным ударом в лицо, если молодой спортсмен выдерживал его. Он принимался в группировку. Ближайшими помощниками Антипа стали Завдат Хантемиров, Джавда. Он отвечал за физическую подготовку бойцов и поддержание дисциплины, и Сергей Скрябин, Скляба, который был мозгом ОПГ. При этом правильного настроя участников тяп-ляп добивался дипломированный детский психиатр Михаил Захарович, Захар. Главным источником дохода ОПГ стало крышевание тех, кто получал теневой доход, мясников, подпольных предпринимателей, фарцовщиков, спекулянтов, а также работников пунктов приема стеклотары. Тех, кто отказывался платить, жестоко наказывали, когда руководство одного из казанских дворцов культуры отказалось платить бандитам процент от выручки с дискотек. Те в 1976 году ворвались на очередную вечеринку и стали калечить молодых людей. В какой-то момент отпор тяп-ляп попытался дать микрорайон Новая Татарская Слобода. Однако группировка в ответ устроила в августе 1978 года в микрорайоне самый жестокий набег в своей истории. 200 бандитов избивали кусками арматуры всех, кто встречался у них на пути, включая милиционеров, беременных женщин и стариков. Правда, тем самым ОПГ тяп-ляп подписала себе приговор. Правоохранительные органы разгромили группировку. 30 ее рядовых участников отправили на зоны. Антип и Скряба получили по 15 лет лишения свободы, а Джавду расстреляли. Следующая ОПГ Хади Токташ. Локация – Вахитовский район Казани. После разгрома ОПГ тяп-ляп некоторые из ее участников, оставшиеся на свободе, вошли в новую группировку Хади Токташ, которая появилась в 1982 году. Большая часть ее участников жила вблизи улицы, названной в честь татарского поэта Хади Токташа, в Ахитовский район Казани, которая и дала название банде. До 1990-х годов группировка Хади Токташ занималась только рэкетом, а потом раскололась на молодежь и стариков. Первые хотели менять правила в ОПГ, а вторые оставались верны ее традициям. В противостоянии сторон победила молодежь, лидером которых со временем стал Радик Галиакберов, Раджа. Уничтожив всех своих врагов при помощи интриг и насилия, Раджа взял под контроль ряд коммерческих объектов, занялся наркоторговлей и крышеванием проституции, стал устраивать собачьи бои. Роковой ошибкой Хади Токташ стал расстрел лидера Павлюхинской ОПГ Владимира Марушкина в день милиции 10 ноября 1999 года. Приближенные Марушкина помогли правоохранительным органам выйти на киллера Анатолия Новицкого, который дал показания на лидеров группировки Хади Токташ. Позже ликвидатор отказался от своих слов, но расследование продолжилось, причем в рамках него впервые в России применили программу защиты свидетелей. Родственники жертв и очевидцы преступлений помогли доказать 13 из возможных 60 расправ группировки. Раджа и его ближайший помощник Ренат Фархуддинов, Винтик, получили пожизненные сроки, а остальные участники Хади Токташ от 15 до 24 лет колонии. ОПГ Борисково. Локация – Казанский поселок, жилой массив Борисково. У истоков группировки, появившейся в Казанском поселке Борисково, стояли четверо местных жителей. Ленар Речапов, Узкий, его друг Талгат Хайрулин, а также Александр Николаев, Карась, и Леонид Дворников, француз. Однако основанное ими ОПГ просуществовало недолго, после раскола Узкому осталась верна лишь часть бандитов, другая перешла на сторону местного криминального авторитета Анатолия Блохина. Вскоре Узкий и Блохин начали кровавую борьбу за контроль над рядом предприятий и заводов. Первыми в ней пали Хайрулин и сторонник Борисковских, вор в законе Ренат Игламов, Иглом который был смотрящим за Казанью. В ответ киллеры Узкого отправили на тот свет как самого Блохина, так и его союзника, лидера группировки ново-татарка Ильдуса Себогатулина. На рядовых подручных Блохина люди Узкого охотились, пуская в ход прослушку или притворяясь милиционерами, чтобы подбираться к своей цели как можно ближе. В начале 1990-х участники ОПГ Борискова во главе с Узким стали расширять зоны своего влияния не только в Казани, но и в Москве. Перебравшись в столицу, лидеры группировки взяли под контроль ряд объектов на Старом Арбате и открыли развлекательные зоны в гостинице Севастополь. В тот момент у Борисковских обострились отношения с Жилкой, одной из самых мощных ОПГ Казани. Чтобы победить в этом противостоянии Узкий объединил свою и ряд других группировок в организованное преступное сообщество Севастопольские. В итоге на улицах Казани началась кровопролитная война. Остановить ее удалось лишь после ужесточения ответственности для причастных к арк преступности на законодательном уровне, лидеры враждующих группировок предпочли покинуть Казань. Впрочем, главарям организованного преступного сообщества Севастопольские все равно не удалось пережить лихие 90-е. С французом расправились киллеры, а Узкого и Карася отправили на тот свет болезни. Последним лидером Севастопольских, по данным МВД, стал Сергей Дмитриев, фамилия изменена, который легализовал деятельность организованного преступного сообщества. В 2021 году его заподозрили в причастности к расправе 90-х. Но Дмитриев избежал наказания, истек срок давности. ОПГ Жилка. Локация. Казанский микрорайон Жилплощадка. Основавшего в 1985 году ОПГ Жилка уроженца Казанского микрорайона Жилплощадка Хайдара Закирова, Хайдер, отличала невероятная амбициозность. Он мечтал покорить весь преступный мир Казани, поэтому старался привлечь в свою группировку самых мощных бойцов из 20 уличных банд. В войнах за асфальт вооруженные ножами бандиты из ОПГ Жилка подчинили 18 группировок, но споткнулись об ОПГ Борисского, которое со временем стало крупным организованным преступным сообществом «Севастопольские». Из-за жестокого противостояния с Борисского Хайдеру пришлось уехать в Санкт-Петербург, где он умудрился отбить у легендарной Тамбовской ОПГ «Невский проспект». Когда в 1995 году главаря организованной преступной группировки «Севастопольские» Ленара Речипова не стало, новые лидеры сообщества предложили Хайдеру мир, на который он неосмотрительно согласился. В октябре 1995 года его заблокировали в лифте, который изрешетили из автоматов киллеры, криминального авторитета спасли телохранители, прикрывшие босса своими телами. Тяжело раненый Хайдер попал в больницу, где его попытались добить, выстрелили в больничное окно из гранатомета. Но лидеру ОПГ Жилка повезло и на этот раз, незадолго до покушения его перевели в другую палату. Однако в 1996 году, когда Хайдер выходил из машины, удача ему изменила. Автомобиль закидали дымовыми шашками, дезориентировав телохранителей, и снайпер двумя пулями отправил лидера Жилки на тот свет. После того как главаря не стало, его группировка быстро растеряла былое влияние. А ее новый лидер Юрий Марухин довольно скоро был задержан и получил пожизненный срок в колонии Полярная Сова. ОПГ Кинопленка локация Московский район Казани Своё название Кинопленка, возникшее в Московском районе Казани, получило из-за находившегося там предприятия по производству кинопленки. Группировку основали рецидивисты, в том числе Ахмед, Трактор и Шакир. Бандиты помечали свою территорию, рисуя на стенках аббревиатуру Кинопленка, Короли Казани. В 1980-х годах во главе кинопленки встали Ирек Мингазизов, Ташкент и Эльфат Сунгатулин, Ильфатий. Они превратили ее в мощную группировку, состоящую из нескольких бригад, которая, среди прочего, взяла под контроль прибыльный московский рынок, вытеснив оттуда конкурентов ОПГ Низы. Но в начале 90-х ОПГ Кинопленка разделилась на две части. Одна, во главе с Ильфатием, ушла в бизнес, а вторая, под руководством Ташкента, продолжила заниматься рэкетом. Их интересы не пересекались до тех пор, пока люди Ильфатия не примкнули к организованному преступному сообществу Севастопольские, а люди Ташкента, ставшие киллерами, к ОПГ Жилка. После этого бандиты, которые когда-то входили в одну ОПГ Кинопленка, начали войну друг с другом. Пролив немало крови бывших товарищей, Ташкент во второй половине 90-х сначала уехал в Санкт-Петербург, а затем за рубеж, откуда продолжал управлять своими подручными, грозя им расправой за предательство. Но в итоге Ташкента расстреляли его же киллеры, когда он прилетел в Санкт-Петербург с Кубы. А Ильфатий отошел от криминальных дел и оставался невидимкой для правосудия долгие 16 лет. Однако в ноябре этого года правоохранительные органы задержали его в Ростове-на-Дону, где он обосновался с молодой женой и ребенком. Организованное преступное сообщество квартала. Локация – Ленинский, Новосавиновский, район Казани. История организованного преступного сообщества квартала началась в 1980-х годах на территории Ленинского, ныне Новосавиновского, района Казани. Там сразу в нескольких кварталах, в том числе 27, 38 и 39, стали появляться молодежные бригады. Они нападали на соседние территории, но не враждовали между собой, считая друг друга одним целым. Этим воспользовался один из бывших лидеров ОПГ Тяп-Ляп Михаил Захарович. Захар, освободившись из мест лишения свободы, он примкнул к бригаде 38-й квартал и к началу 1990-х объединил ее с другими бригадами, создав организованное преступное сообщество квартала. Захар одним из первых лидеров группировок Казани стал строить свою бизнес-империю, чтобы легализовать добычу от рэкета. Через некоторое время он ушел в тень, оставив в качестве лидера организованного преступного сообщества квартала экс-десантника Автандила Инакова «Авто». При нем участники сообщества взяли под контроль большинство коммерсантов Ленинского района, а также автомобильный, вещевой и оптовой рынки, бильярдный клуб и автостоянки. При этом физическому насилию бандиты предпочитали запугивание, они сжигали машины и торговые точки тех, кто пытался идти против них. В 1995 году Захара не стала киллером и расстреляли его в лифте, но организованное преступное сообщество квартала во главе с Авто все равно процветало. Вскоре общак сообщества достиг нескольких миллионов долларов. Часть средств уходила на грев, помощь осужденным бандитам и их семьям. Впрочем, случались внутри организованного преступного сообщества квартала и внутренние разборки, в том числе из-за дележа бизнеса. В ходе них отправились на тот свет как минимум два человека в 2001-м бандит по кличке Гриша. И в 2004 году, Павел Агафонов-Пашук. Год спустя организованное преступное сообщество квартала разгромили сотрудники правоохранительных органов, но его лидер Автос умел сбежать в Грецию. Трое его приближенных получили пожизненные сроки, а остальные бандиты – от трех до 24 лет лишения свободы. ОПГ «Грязь». Локация Кировский район Казани. Группировка «Грязь» появилась в конце 1970-х годов в Кировском районе Казани, который в народе назывался «Грязнушкой». Отсюда и пошло название банды. Молодежь из «Грязи» славились своей жестокостью и бесстрашием. Однажды 10 человек из ОПГ «Грязь» сошлись в схватке с пятью десятками бойцов из группировок «Юдиный поселок». Главным правилом «Грязи» было не бросать своих ни при каких обстоятельствах, а также всегда жестоко мстить за избитых или отправленных на тот свет участников группировки. Между тем врагом номер один для «Грязи» была группировка «Чайники» вместе с их союзником – «Жилкой». Разборка с ними произошла 15 января 1984 года и вошла в криминальную историю Казани как ледовое побоище. На льду Казанского озера «Глубокое» собралось от 150 до 300 молодых людей с кусками арматуры и цепями. Стороны уже готовы были сойтись в жестокой схватке, но тут появилась конная милиция, и участники несостоявшегося ледового побоища разбежались. Позже, в 90-е годы, участники ОПГ «Грязь» занялись рэкетом и заказными расправами, а затем вошли в состав организованного преступного сообщества «Севастопольские» и продолжили войну с «Жилкой». Предполагаемых лидеров «Грязи» осудили лишь в 2018 году. Рамиль Абдрахманов получил 13 лет, а Артем Русаков – 17 лет лишения свободы.